Наша тема это их теанология, то есть их теанология это наука изучающая рыб, то есть их питание, размножение, биотопы, длину и массу, ну морфологические и биологические признаки. Актуальность нашей темы это удивительные животные по своей красоте и особенностям приспособления к водной среде питания это рыбы, которые являются древнейшими представителями на планете. Но и сегодня они это интереснейший объект для исследования рыбы, ценнейшие продукты питания и заработка. Цель это изучить их теанологию, задача первая изучить фауны рыб, районное значение, второе определить виды занесенные в Красной книге Республики Сахай-Якутия, третье изучить и исследовать морфологические и биологические признаки питания и размножения пойманных рыб. Глава первая. Материалы и методика. Во время учебно-полевой практики в местности села Иланг Хангландского района для вылова рыб нами были использованы различные материалы, как рыболовные сети для вылова золотого карася, лакидушки, спиннинги и крючки разных рыболовных вкладок. Для определения возраста и коростя мы использовали метод измерения длины и ширины тела того или иного вида, сравнивая измеренные данные с данными Кириллова в книге промысловой рыбы Якутии 2002 года выпуска. Чтобы определить пол и питание рыб, нами был использован метод препарирования. Помимо двух других методов, нами также был использован математический метод для того, чтобы сделать полувозрастной анализ золотого карася на озере Семь-Дай. Рассчитать они сделают. Рассчитать. Фауна рыб. Ну в общем в бассейне реки Лена обитает 38 видов и подвидов рыб. Ну вот представим список рыб, обитающих в бассейне реки Лена на русском, латинском и якутском языках. Вот 38 видов. Из рыб приведенных таблицы, ну считаются редкими и входят в красную книгу, это 6 видов. Это горбуша, внесена в красную книгу РСЯ, статус третья категория. Сибирский осетр, индигирская и колынская популяции, внесены в красную книгу северо-дальнего востока России. Янская популяция сибирского осетра, внесена в красную книгу РСЯ, статус первая категория. Китам, тоже внесена в красную книгу РСЯ, статус третья категория. Рактический голец, внесена в красную книгу РСЯ, статус третья категория. Республики скажи. Ну просто республики скажи. А, республики. Нельма, индигирская и колынская популяции, внесены в красную книгу северо-дальнего востока России. Популяция Нельмы с реки Юэле, подающего на барскую губу, внесена в красную книгу республики, статус третья категория. И пескарь Солдатова, обитающий в водах Якутии под вид Ленский пескарь, внесен в красную книгу республики. Статус третья категория. Из всех рыб, обитающих в бассейне реки Лена, вместе с села Иланг Хангаласского района, нами были замечены 8 видов. Это речной окунь, озерный гальян, золотой карась, сибирский осетр, налим, елец, плотва, обыкновенный ёрш. Из них было поймано 7 видов, то есть это все гель, кроме сибирского осетка. Мы его упустили, просто видели. Алексей. Смотрите, экология массовых видов по их технологии. На месте практики в местности села Иланга Хангаласского района, нами были изучены 7 видов рыб. В ходе исследований мы определили их биотопы, длину и массу, питание и отношение, а также привели общие дополнительные данные. К первым массовым видам относится карась с золотой. Данная рыба средних размеров, тело высокое, сжатое с боков. А краска в зависимости от места обитания переменчивая. Медно-красная, темно-золотистая, желто-красная. Живот всегда светлый. В данной местности преобладает золотистых оттенков. Длина и масса выловленных экземпляров составляет 45 см в длину и до 2,5 кг в весе. Но в данных регионах и районах представлены больше от 15 до 25 см и массой от 100 до 600 грамм. Биотопы распространения золотого карася, реки и озера Якутии почти в все регионы, не считая северных районов и восточных побережьях Охотского моря. К данному образу жизни относятся. Данный вид рыбы предпочитает жить в водоемах с богатой растительностью и илом. Ведет оседный образ жизни, обычно в прибреженных и не сильно глубоких участках. Предельный возраст до 11 лет. В рацион питания входят беспозвоночные, жуки, мальки и тому подобное. Растительность, основная пища и другие похожие виды. К размножению карася становится половозрелым от 3 плюс и до 6 плюс лет. Нерест начинается с конца мая и до конца июня. Значит, в данный момент эта рыба до сих пор находится в нересте и откладывает икру. Плодовитость может достигать до 120 тысяч икринок. За один нерест выходит 40 тысяч приблизительно. Откладывается икра на растительность, а сама икра светло-желтая, прозрачная. Всего нами было выловлено с помощью рыболовных сетей 31 карась. Улов совершался на озере Семга в вечернее ночное время суток. В ходе исследований золотого карася мы составили и заполнили таблицу, в которой указали биотоп. Ну, разумеется, озеро это Семга. Их пол, вес, возраст, длину и другие их промеры. Вот данные по нашему улову. Всего нами за один хороший улов была выдвинуна 31 осы. И после выведения всех промеров составили схему и диаграммы. Возрастной и половой. Ну, и тут введены средние показатели длины, веса и другого. Так, еще, также кроме золотого карася, более массовым видом в данной территории относится речной окунь. Рыба-то также относится к рыбам средних размеров и покрыта плотно сидящей чешуей. Тело высокое. Окраска светлая и темная, зеленого тунтона, желтыми оттенками. Живот светлый. Плавники от желтого до красного цветов, в зависимости от места обитания. Длина и веса составляют от 14 до 35 сантиметров в длину. И весом от 70 до 900 грамм. Биодобра состояния практически все реки Якутии, кроме заполярья и полярных широт. К питанию относятся беспозвоночные, мелкие рыбки и мальки. Ну а в случае недостатка рыб и пропитания может питаться растительностью. Размножение. Половозрелость вступает с 1 плюс и 2 плюс у года. Нерест начинается с начала и до конца июня. И все так же получается, что речной окунь в данном времени идет на нерест. И тоже откладывает икру. Здесь только размножение питания. Хорошо. Плодовитость составляет от 14 до 162 тысяч икринок.